Культура В лучшем театре страны. Гала-балет в превосходной степени. Немного французского джаза холодной весной. Примы и премьеры «Астана-опера» подарили публике «Удивительный вечер». Автор программы – народная артистка России Алтынай Асалмуратова. Какие номера, словно жемчужины, мастер собрала в одном гала-балете в нашем материале. Автор гала-балета Алтынай Асалмуратова мастерски собрала самые лучшие отрывки из мировых постановок в единое представление. Программа также отличалась номерами, которые прежде на сцене «Астана-опера» не оставились. В этой программе будут четыре номера, которые еще не были здесь, которые исполняются в основном звездами балета. Это французская хореография у известного хореографа Ролана Петти. Это дуэт из балета Майя Павлова. «Таис» – очень известный дуэт, который танцуют все звезды. В программу также вошли дуэты из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни и «Талисман» Рикардо Дриго. По словам мастера, она в каждый гала-балет вносит что-то новое. Так ведущий солист Бахтияр Адамжан смог оценить и опробовать на себе гран-па из балета Минку Садон Кихот. Это премьерное исполнение данной партии артистам балета. «Нужно быть физически подготовленным, иначе, выйдя на сцену, мы не сможем показать свое актерское мастерство. Зритель может увидеть твою усталость, поэтому мы этого не показываем. На сцене должна быть легкость». В программу также вошли дуэты из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни и «Талисман» Рикардо Дриго. По словам мастера, она в каждый гала-балет вносит что-то новое. Так ведущий солист Бахтияр Адамжан смог оценить и опробовать на себе гран-па из балета Минку Садон Кихот. Это премьерное исполнение данной партии артистам балета. Во Франции эта форма музыкального искусства появилась в 20-х годах. Со временем джаз пережил смешение с разными стилями. Европейские исполнители показали столичной публике, какой он современный французский джаз. Сальса, джаз, свинг. Съемочная команда новостей культуры на концерте группы Стабар. Джаз – это музыка с характером, это музыка для души. Теплые мотивы чарующих ритмов окутали гостей вечера. Музыканты исполнили произведения, написанные специально для их группы. Мы уловили настроение казахстанской публики после концерта в Алматы. Мы уже начали понимать, что вам по душе. В целом публика очень хорошая, теплая. У всех прекрасное настроение. Нам очень понравилась Алматы, и Астана – тоже очень красивый город. Четыре музыканта открыли для слушателей двери своего мира, где особый французский шифт и драйв идут в паре друг с другом. Главным организатором вечера выступило посольство Франции в Республике Казахстан. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы праздновать Международный день франкофонии. Мы ее празднуем в Казахстане с начала марта, к концу апреля, потому что у вас это совпадает с Наврузом. Мы сегодня собрались, чтобы послушать французскую группу, которая специально приехала с Франции. Группа «Стабар» была создана в 2011 году в городе Нант во Франции. В 2014 году музыканты выпустили свой первый альбом. Стиль группы «Стабар» – это своеобразный контраст разных стилей и направлений. Для тех, кто хочет пополнить свой культурный багаж – афиши событий Казахстана. Мы продолжаем рассказывать вам о событиях, явлениях и людях из мира искусства. Смотрите нас также на сайте 24КИЗ. И помните, в культуре основанием служит вершина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова